Телеканал КРТ представляет Президент Афганистана Ашраф Гани во время своего выступления на заседании Лои Джирги заявил, что подпишет указ об освобождении заключенных. Как гласит резолюция Совета, Джирга одобряет освобождение 400 заключенных талибов, чтобы устранить препятствия на пути к началу мирных переговоров и остановить кровопролитие. Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад приветствовал решение Лои Джирги об освобождении талибских заключенных. Как заявил американский дипломат, в ближайшие несколько дней мы ожидаем завершения процесса освобождения заключенных, затем поездки группы Исламской Республики в Доху и оттуда немедленного начала межафганских переговоров. Одобрительно прокомментировал предстоящие межафганские переговоры и генеральный секретарь НАТО Йенс Стоутенберг. По его словам, все стороны должны воспользоваться историческим моментом для установления мира. В прошлой передаче мы уже вскользь упоминали о том, что решение об освобождении 400 пленных талибов было результатом прямых переговоров, которые госсекретарь США Майкл Помпео провел с представителем Талибана Мулой Бородаром. Это обстоятельство, как и озвученное на прошлой неделе заявление министра обороны США Марка Эспера о том, что на момент американских президентских выборов в ноябре в Афганистане будет оставаться менее 5000 американских военных, сейчас их там 8600, свидетельствует о том, что истинная цель Трампа в этих переговорах вовсе не достижение межафганского мира. В условиях уже упомянутых нами проблем с рейтингом, хозяину Белого дома срочно необходимы какие-то существенные достижения. И я говорю вовсе не об абстрактном мире в Афганистане, который большинство рядовых американцев и на карте-то не найдут. Для избирателя Трампа, настроенного преимущественно изоляционистски, гораздо важнее получить от своего президента однозначный месседж в духе «я вернул наших ребят домой». Именно достижению этой цели, вывода американских войск или по крайней мере части из них из Афганистана и подчинены все внешнеполитические усилия Соединенных Штатов на данном направлении. А так как без некого благообразного повода, вроде начала межафганского диалога, этого не достичь, пришлось Помпео провести прямые переговоры с талибаном и даже вынудить афганское правительство пойти на уступки этой организации, которую сами США признали террористической еще в 2001 году. Что будет с Афганистаном после ухода американских войск и удержится ли стоящее на их штыках афганское правительство, Трампа в общем-то не волнует. А вот представители талибана ранее неоднократно давали понять, что для них главное избавиться от американцев, а там уже и никакие межафганские переговоры не понадобятся. Так, недавно официальный представитель политического офиса движения Талибан Сухель Шахин заявил, что талибы не планируют в ближайшие месяцы начать новое вооруженное наступление на города в Афганистане, давая возможность воинскому контингенту США покинуть страну. Он выразил надежду на то, что американские войска отбудут в полном составе до ноября. Заметьте, о том, планирует ли Талибан наступать на контролируемые кабульским правительством районы после ухода американцев, Шахин тактично умолчал. Оно и понятно, ведь скорее всего после ухода иностранного контингента срок правления и существования нынешних официально признанных властей Афганистана будет исчисляться месяцами. На сегодняшний день талибы в той или иной мере уже контролируют более половины территории страны. Но не извольте волноваться. Если после вывода американских войск из Афганистана Талибан установит в стране жесткий исламистский режим, американские СМИ не будут долго искать виноватого. По сути, они уже обвинили в этом Россию. Вот, например, что пишет журнал Foreign Policy, цитата. Чтобы ускорить вывод американских войск из Афганистана и вновь обрести геополитический плацдарм в раздираемой войной стране, Россия якобы поставила легкие вооружения талибам и провела альтернативные мирные переговоры, которые подорвали суверенный авторитет президента Афганистана Ашрафа Гани. Симптоматично, что статья датирована 5 августа, когда Майкл Помпео уже провел не альтернативные, а вполне себе официальные переговоры с талибаном, имеющие конечной целью вывести как можно больше американских войск из Афганистана, обеспечив для Дональда Трампа положительный информационный повод перед осенними выборами. Странная штука получается. Переговоры с талибами о выводе войск ведут американцы, освобождение талибов и начало межафганского диалога как повода для вывода войск требуют американцы, а виновата все равно Россия. Удобная штука эти стереотипы времен Холодной войны. Как ни крути. Субтитры создавал DimaTorzok